ну и наконец если вы заметили мы постоянно употребляем слово тело когда мы говорим о движении нам постоянно нужно приходится говорить о телах что такое тело тело состоит из вещества с другой стороны тело обладает формы вот два основных свойств тела то есть возьмем боюсь его куб деревянных дерево будет веществ лазь которого состоит кубическая форма это будет форма которая обладает возьмем цилиндрический железный стакан допустим цилиндр будет его формы а состоят он будет я уже забыл еще из алюминия допустим потом состоит из алюминия это будет его вещество. Или можно взять шар. Вот его форма будет формой шара. А вещество, ну допустим, изо льда, ледяной шар. Причем вещество это материальная вещь, а форма это вещь не материальная. То есть мы можем себе представить, геометрическое тело оно не обладает, оно не состоит из вещества. Вот какая разница между физическим телом и геометрическим телом? Геометрическое тело нет никакой сложности переместить из одной точки воображаемого пространства в другую. Просто подумал, что оно здесь, потом подумал, что оно здесь и оно отсюда оказалось уже там. Физическое тело невозможно так просто сдвинуть. Для того, чтобы его сдвинуть, нужно прикладывать физические усилия. Нужно совершать работу, тратить энергию. То есть у тела есть инертность. Инертность это как раз такое свойство тел физических, что их нельзя так просто двигать. Чтобы их сдвигать, нужно прикладывать усилия. Чтобы менять направление движения, тоже нужно прикладывать усилия. Ну или это еще называется массой. У физических тел есть масса, у геометрических тел массы нет. Мы можем их силой мыслей перемещать с одного места воображаемого пространства в другое. Вот одно из важнейших свойств физических тел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова